В данный день значительное количество различных диагностических и лечебных манипуляций приводится именно в амбулаторных условиях. И для обеспечения качественного и быстрого проведения этих манипуляций нам зачастую необходимо применять то или иное сфагическое пособие. Кроме того, детям приходится сталкиваться с огромным количеством стрессовых факторов, которые, к сожалению, мы не можем сейчас ликвидировать для них. И, конечно, иногда можно справиться с помощью психпрофилактики. Ниногда всегда, даже при применении анестезии или без анестезии, мы всегда проводим беседы с родителями, пытаемся в доступной для детей форме объяснить, с чем им приходится сталкиваться. Кроме того, сейчас огромное количество обучающих фильмов и различных игрушечных воссозданий ситуаций, в которых детям приходится находиться. Но, тем не менее, в большинстве случаев без анестезии обойтись невозможно. В основном речь идет о детях младшего возраста, о детях с различными нарушениями психики и интеллекта при огромном количестве различных основных и сопутствующих заболеваний. В этом случае, в первую очередь, мы говорим о седации. Можем пользоваться классическими методами наставки препарата, это внутримышечные, внутривенные. Но, как известно, боль, с которой сопроряжен данный путь введения, он уже является очень сильным стрессом для ребенка. И на сегодняшний день все чаще и чаще используется интерназальный способ доставки препарата. В большом счете, интерназально можно вводить любые препараты. И единственное, чем ограничено, это возрастными особенностями пациентов и целью, которую мы преследуем для оседации. При интерназальном введении дозолам эффективность и его сопоставимость таковой при бронтеральном введении. Однако, мы отмечали, что при попадании на слизистую у детей возникает крайне негативная реакция. Она связана с выраженным чувством жени. При этом жени это связано не с основным компонентом, не с препаратом, а с его стабилизатором, хороцией водородной кислотой. К сожалению, на данный момент нет ни одной афроакологической фирмы, которая могла бы анестезиологам и всему миру представить этот препарат для работы, хотя потребность в нем очень высока. Поэтому нам приходится на данном этапе справляться своими способами и силами. Мы нашли определенное предрешение. При смешивании с аминокопронной кислотой, это препарат, который разрешен в детской практике, более того, он активно применяется в лор-практике у детей. При смешивании в данной смеси аминокопронная кислота выступает в качестве слабого основания и нейтрализует основной издорожающий компонент, это хлористов водородную кислоту. При этом мы не наблюдали снижение эффекта от такой смеси. Единственной особенностью является то, что препарат этот уже нестабильный, соответственно, готовить эту смесь необходимо с темпера перед введением. Имеет значение не только то, что мы вводим в качестве седации, но и то, как мы вводим. Для интернациальной формы, для интернациального введения есть специальный прибор, атомайзер. Он подходит к любому шприцу, поэтому мы можем спокойно дозировать препарат. Уставляет вещество на мелкие частицы, на равномерно мелкие частицы. При этом аппарат, прибор этот организован таким образом, что средство попадает непосредственно на локус-кисельбахе, на самую эксклюзированную часть на самой полости, откуда происходит быстрая доставка в кровеносные лорусы, в центральную систему, минуя печень. Казалось бы, у нас есть и другие способы, более доступные для распыления препарата, применяемые в том числе в быту, но мы не можем прогнозировать размер частиц. Они неоднородные, кроме того, они значительно меньше, и поэтому не задерживаются в отремовой зоне, и проходят дальше по дыхательным путям, чего бы нам, конечно, не хотелось. Кроме того, дозировать препарат при данном способе введения крайне сложно, что нежелательно, особенно в птицерической практике. И при применении дозолама с смешанной с аминокопродной кислотой, через атомайзер мы добились того, что если это применялось не в качестве отдельной седации, а в качестве индукции, в качестве промедикации, перевести перед индукцией, реакция, негативная реакция детей на маску, она была значительно снижена. По всему миру сейчас активно используется для интерназального введения препарат дексмидетомидин. Более того, он используется в качестве соло-анестезии, то есть у нас отпадает необходимость в установке катетера, и при этом мы могли бы применять в соло-ситуацию, то есть это было бы достаточно для того, чтобы обеспечить качественно проведенное МРТ-исследование, исследование, где требуется полная подвижность пациента, длительностью до часа. Но, к сожалению, для нашей страны это является сейчас только перспективой, так как применение дексмидетомидина в Российской Федерации четко рекомментируется возрастом. Для детей он не подходит. Когда речь заходит об общей анестезии, конечно, мы говорим о севаране, о севуфлоране. Это до сих пор является латым стандартом, обладает неоспоримыми качествами, которые делают эту анестезию безопасным и удобным именно в бортовой практике. Но все мы сталкиваемся с тем, что после анестезии с севуфлораном возникает большое количество так называемых тактиновых синдромов после наркотной ажитации. Это явление, которое крайне негативно сказывается на состоянии как родителей, которые оценивают эту анестезию сразу же как негативную, так и на комфорте ребенка, ну и, соответственно, анестезиолога. И по разным данным частота развития данного синдрома достигает 80%. Эта проблема актуальна по всему миру, и все анестезиологи ищут определенные потеряжения. На данном этапе мы имеем огромное количество исследований, публикаций, в которых говорится, что комбинация ингаляционной анестезии севуфлорана и пропофола позволяет снизить количество возникновений с тромбой с наркотной ажитации. Мы не отстаем от мировой практики. В научно-практическом центре проводим исследование. Оно не закончено, оно идет до сих пор. Мы подбирали различные комбинации, комбинировали введение пропофола сразу же после индукции, в конце анестезии и так далее. И получили определенные данные. Мы подобрали такую схему. Мы проводили примитикацию медозолом, разведенную с аминоковаронной кислотой. По истечении 15 минут, то есть по достижению эффекта седации, проводилась индукция севуфлораном, проводилась достаточно спокойно. Поддержание также проводилось севуфлораном. И в конце анестезии мы, за 10 минут, до конца анестезии мы подключали внутривенный пропофол. И таким образом удалось снизить количество постнаркозной ажитации практически в три раза. Кроме того, что важно отметить, если это возбуждение все же возникало, оно носило невыраженные характеристики. То есть если при анестезии севуфлораном мы наблюдаем возбуждение как умеренное, так и крайне выраженное по врачу, то при анестезии с применением всех компонентов непосредственно при пробуждении все возбуждение носило исключительно умеренный характер. То есть дети быстро успокаивались при контакте с родителями. И через 10 минут, да, оно было более выражено, но тем не менее, крайнее возбуждение наблюдалось только в четверти случаев, в то время как при использовании анестезии севуфлораном оно возникало практически в половине случаев. На данном этапе развития анестезии у нас в волонтурной практике он применяется очень часто. И, конечно, до сих пор остается золотым стандартом севуфлоран. И до сих пор в мировой практике ищем пути решения для того, чтобы безопасная и комфортная анестезия севуфлораном сопровождалась меньшим количеством развития постнаркозных возбуждений. И, конечно, мы в перспективе планируем приступить к использованию индекс-медиатолиодина. Спасибо за внимание. Спасибо.